И Тимбер постоянно что-то кастует, Сент Кинг не способен прыгнуть после использования ультимейта, если в радиусе поражения вардом начал его кастовать, так что пугна мне здесь в принципе нравится, пугна медовая, Манки Кинг разве что вызывает какие-то сомнения в легкой, а все остальное абсолютно рабочие варианты. Давайте смотреть, давайте думать, давайте наслаждаться этим полуфиналом, уверен, что никого не оставит он равнодушным, вчерашняя последняя серия под утро, когда уже все, наверное, хотели выспаться, подарила нам огромное количество положительных эмоций, надеюсь, что ситуация не изменится для этого региона, и мы также посмотрим красивую, зрелищную. Запоминающуюся доту. Ну что, выбор сделан, осталось только посмотреть, куда все-таки отправятся герои команды Infamous, чтобы уже какие-то строить выводы и планы. Итак, смотрим, Манки Кинг, естественно, в легкую, два саппорта сразу же используют телепорты, чтобы поставить очень быстро варды, здесь, соответственно, тем же самым был занят и Санкинг, и Рубик. Моментально ребята со своей задачей справляются, Queen of Pain в сложный, Viper в миде и Timber в легкой, очень хотят, чтобы Timber набрал массу с самого начала, чтобы Timber не страдал там где-то в сложной линии. Timber, который имеет слоты, который быстро выносит Бладстоун, какой-то Худ, это очень грозное оружие, и справляться с ним в мидгейме будет невероятно трудно. На него хоть врывайся, хоть не врывайся, а свой дэмэдж он успеет выписать. Да и выжить, если что, может практически в безвыходных ситуациях. Потом небольшая пауза, но это все не важно. Здесь Саппорт Клокверк, здесь Пугна Медовая, но тут все понятно, Энигма в сложной. Энигма против Timber, ну такое, наверное, противостояние, достаточно равное. У Энигмы будет небольшое преимущество за счет того, что просто крипов она увидит больше на линии, будет стараться съедать своих, свои катапульты, и где-то не досчитается экспы Timber. Но, с другой стороны, если получится убивать Эдалонов, то все это будет компенсироваться деньгами за них. Так что, в принципе, Timber есть чем Эдалонов убивать, так что, наверное, преимущества какого-то огромного не будет. С той или с другой стороны, ну и вряд ли кто-то из них сумеет фраг заработать в стычке один на один. Будет интересно понаблюдать, как своих саппортов будут размещать Infamous, будет ли этот реплав сложный. Пока мы видим два героя ближе к верхней линии, Сенкинг также сапогом. Так что, движух какой-то и драки 3 на 3. С самого начала наверху хотелось бы понаблюдать. Так, я сейчас посмотрю быстренько. Одну секунду буквально. Как-то у нас дела обстоят вообще в этом турнире. Ну, вернее, все это ясно, имеется в виду. Посмотрю, как команды шли к этому полуфиналу. SG вот вчера обыграли Stars со счетом 2-1. Мы успели посмотреть последние две карты. Что касается Infamous, они обыграли Digital Chaos второй состав, южноамериканский, со счетом 2-1. А та команда, между прочим, сейчас, наверное, является, ну, чуть ли не сильнейшей в Южной Америке, если можно вообще расстановку сил какой-то представлять в этом дивизионе, в этом регионе. В любом случае, они их обыграли, а та команда уже отобралась на один из турниров. Понаблюдать будет очень любопытно за тем, что будет происходить на этой карте. Но я уверен, что Dota будет очень активной, пики к этому располагают. Нет какого-то ярко выраженного фармящего керри, наподобие там антимагов, кого угодно, свенов, которые будут пассивно стоять на этой линии. И, соответственно, не будут участвовать в траках, там, первые несколько минут. Бэйна, кстати, уже использовали SG, причем получалось у них с ним довольно неплохо. Но для меня единственный вопрос, почему они не взяли себе спиритбрейкера? Все, что я видел в их исполнении с этим героем за последние, там, недели, это невероятно круто. Этот спиритбрейкер везде постоянно такую грязь вытворял. Вот первый матч мы когда наблюдали позавчера, там спиритбрейкер имел статистику, ну, вот из 24 фрагов своей команды, которые были заработаны мало того, что минут от силы за 18, так еще и в 20 он участвовал непосредственно. Что-то в районе 4.1.16 стата у него была для такой минуты. Ну, это действительно очень здорово. Спиритбрейкер хоть герой и активный, но каких-то АОЕ способностей у него практически нет. Соответственно, где-то же он это все заработал. Ну, ладно, может быть, еще увидим. Я уверен, что увидим наверняка, если SG сегодня выиграет завтра в гранд-финале, который, кстати, пройдет в формате Best of 5. И уверен, что там не будет разноса от одной из команд со счетом 3-0. Пока нет такой большой разницы между представителями южноамериканского региона. Нельзя сказать, что одна команда на три головы сильнее другой, но это показали, в принципе, инфеймос, обыграв DC. Так что интрига будет. Никакого финала 3-0 я там не ожидаю. Я бы даже поставил на то, что будет тотал больше 3.5 карт, если кто-то дает из букмекеров такую ставку. Так. Ну, пауза затягивается, к сожалению. Это грустно. Это очень грустно. Хочется смотреть доту прямо сейчас. Вообще вчера были какие-то задержки. И закончили мы гораздо позже, чем должны были. Ну вот, наконец-то, киллредс возвращается, и мы начинаем. Поехали. Сразу будет интересно понаблюдать, будет ли какая-то стычка сверху. Будут ли инфеймос провоцировать какую-то драку. Вард стоит. Если что, видно будет, как пойдет рубик на линию. Сынкинг не успел обратить внимание, успел ли проскочить мимо этого варда. Или все-таки его тоже видели. Клокверк не так часто сейчас появляется. Команды потихоньку от него отказываются. Уже давно мы не видели Клокверка на сложной линии. Да и не увидим, наверное, никогда. Дота как-то развивается. И те или иные герои меняют свои привычные позиции. За счет чего даже Valve как-то подстраиваются под профессиональных игроков. И, казалось бы, какой-то герой способен быть изначально на такой роли, допустим, выступать. Игроки его используют на другое. Потом таланты или еще что-то. Какие-то изменения делаются именно в сторону решения игроков. Такое было неоднократно. И тот же Рики какой-нибудь. Когда-то же он все-таки считался керри. Хоть и посредственным. Тут уж нельзя это отрицать. Снова паузы. Я вижу, народ потихоньку к нам подтягивается. Ну, это здорово. Это здорово. Может быть, спящих будет поменьше. Все-таки завтра воскресенье. И можно посмотреть доту. Можно лечь поспать попозже. Я уже вообще режим потерял полностью. Нормальный. Комментируешь до 6-7-8 утра. Ложишься спать, просыпаешься в 6-7 вечера. И через 4-5 часов у тебя снова касты. Это невероятно. Утомляет, но... Такова работа, поэтому... Не спим и смотрим. Я проснулся буквально там час назад, наверное, сразу же. Подготовился и... Работаю прямо сейчас для вас. Ну что, ну давайте начнем уже. 180 пинг. Ну, это плохо. Это грустно. Вайпер против Пугны. Давайте подумаем, как он вообще здесь должен стоять. Насколько у него хорошо будут идти дела. По сути, не так страшно ему против Пугны располагаться на этой линии. Вкачает пассивку. Да, Пугна будет пушить линию за счет своего нюка. Но это все не страшно. В любом случае он будет иметь свои... Возможности фармить. Итак. Про нижнюю линию мы уже сказали. Вообще, о чем можно пока поговорить, пока у нас пауза. В этом регионе, ну, я напомню, что система была такой, что 4 команды, да и в принципе везде, тут я вру уже, везде была система такая, что 4 команды были приглашены в четверть финалы сразу же. Ими стали DC, Stars, MadKings и Infamous первый состав. Еще 4 команды были приглашены напрямую. Это Team Lucini, Team Taka, Team Unknown и Infamous Young. И еще 4 команды прошли через открытые квалификации. Это Midas Club Victory, SG Sports, Midas Club Young и Gators Sports. И вот SG с открытых квал уже в полуфинале. Всего лишь 2 шага им осталось пройти. Для того, чтобы поехать в Германию на первый мейджор. Ну что, где Viper? Viper как-то задержался и сейчас теряет драгоценный опыт. Совсем как-то это было странно. А вот Dea должен этому только радоваться. Первый левел. У Viper, как мы видим, у Пугны. Ну, побыстрее должна она получать второй уровень. Enigma против Timber. Тут просто оба героя стоят, получают эксплу. Бьют крипов на топе. Должна быть какая-то интересная заварушка рано или поздно. Потому что 3 на 3 пока располагаются игроки. И дайгер вкачан мы видим. То есть, если что, Quinoff Pain пока уйти не сможет, если будет какое-то на него нападение. Clockwork пока только с Когами. Попытался лишить маны соперников и сделал это. Сэн Кинг. Потерял немного маны. Неприятно. Итак, Monkey King. Насколько ему хорошо здесь и комфортно будет стоять на этой линии, мне кажется, не очень. Сэн Кинг все без маны. Он из себя угрозы никакой больше не представляет. Можно более вальяжно стоять. И ни в коем случае не бояться. Пока он там себе ману восстановит. Пройдет какое-то количество времени. Ну вот, Антимбер. Идалоны. Пол ХП имеют. Распилить бы их. Заработать бы денег. Но пока не дает. Липпоса этого сделать. В миде тем временем. 10-2 имеет вайпер. 6 на 2 у пугни. Ну, примерно на равных идут. Здесь левел 3. Здесь левел 3. Вайпер, как мы видим, динает побольше. Нападение на Рубика. Такое себе нападение. Квин оф Пейн. С блинком. Так что нападать на нее будет сложно. А вот она вместе с тиммейтами. Почему бы не попытаться. Очень, кстати, битый здесь Сэн Кинг. И Сэн Кинга можно попытаться цепануть. Половины героев потеряли по половине здоровья. И это ни к чему не приводит. Все живы. Все побиты. И снова лишает маны Сэн Кинга. Как же ему неприятно. А больше Торигена нет. Никаких фласок. И стан появится еще через только несколько секунд. В миде. Угна теперь вместе с Илюзиями будет бить крипов. Килл Редс пытается зайти за вышку. Как зайти? Так, добить крипа. И долончика подрезать какого-то, если получится. 12 на 12 у Энигмы. Фантастически динает он. А вот у Тимбера пока только стата 6 на 2. Маловато. Уступает он по опыту уже достаточно много. Больше, чем половину левела. Дальше можно только наращивать это преимущество. И вряд ли кто-то к Тимберу придет. Команды решили стоять 3 на 3. Но это выбор инфеймос. Они знали, на что они идут. SG не собирались никаких подобных вещей исполнять. Просто стандартно керри отправили. И вот мы видим Сэн Кинг отправляется на прогулку. Хочется как-то цепануть здесь Пугну. Пугна бегает быстро сама по себе. Даже без тапка. Быстрее, чем вайпер с сапогом, допустим. Но убить ее все равно можно. Здесь Клокверк встречается с Сэн Кингом. У того маны также абсолютно не остается. Ну все, он не представляет из себя боевую единицу какую-то серьезную. Клокверк. Сэн Кинг 340, Клокверк 380. И Клокверк вместе с Миндлэйсом не должен отпускать Сэн Кинга. Он будет долго за ним бежать. Но удар это нужно наносить. Мне кажется, он раз 5 уже мог ударить. Но бежит просто мимо. Интересно. ДД снизу. Посмотрим, кто будет забирать. У Пугна и есть банка у вайпера. Естественно, ее не будет. И вопрос в том, оставят ли. Нет, не оставляет Сэн Кинг. Кто-то бежит или нет. Ну сначала руну, потом вторую руну. А потом можно и до базы прогуляться. Восстановить ману, здоровье. И только потом что-то предпринимать. Пока что Сэн Кинга. Все его передвижения абсолютно бесполезны. Ну и уровень у него всего лишь второй. Маловато. Здесь уже 3, здесь 3. Клокверка второй. Но он хотя бы на линии остается. Ему не нужно столько времени тратить. Сэн Кинг здесь по пути стак решил сделать. В принципе, тоже нормальное решение. Енигма почти шестой. Здесь только четвертый. Тимбер. Очень грустно. Как же больно ему. 22 на 20 против 16 на 4. Вот это да. На 16 крипов за динайло. Енигма больше. Липоза здесь отыгрывает потрясающе. И такая Енигма, которой никто не мешает. Которая стоит на абсолютном фрифарме. Которая выносит себе слоты. Она может стать очень грозным оружием. Посмотрим, что дальше будет собирать. Будет ли это какой-то быстрый Мидас. Либо же сразу Даггер. Либо КБ. Или Мека. Все-таки. Енигма такой гибкий герой. Которому можно подбирать различного рода айтем билды. И большая часть из них будут очень эффективными здесь. Нападение возможно будет на Квин оф Пейн. Но есть блинк. И цепанули Рубика. Посчитали, что Рубика будет убить проще. И были правы. Это первая кровь для команды SG. Тиаликор забирает первое убийство себе. Здесь тем временем достаточно серьезно проседает Вайпер. По здоровью. Пугно заберет рону. Но зато Вайпер по крипам. Пока держит уверенно первую строчку. Даже Енигма отстает. Хотя казалось бы. Ну это понятно. На миде крипов просто банально больше. Вот уже не хватает урона, чтобы распилить. Все-таки первого уровня. У него вкачана способность. И так. Клокерка нашли вдвоем. Два саппорта. Быстренько с ним разделались. Как же так получилось, что у него так мало здоровья было. Вроде как крепкий герой. Ладно. Еще и пугно вышло и поймала Сенкинга. Ну вот она хаста. Пойдут ли искать Рубика? Можно попытаться. Не стали. Мне просто интересно, что здесь будет. Далее на нижней линии. Когда придут убивать Енигму. Когда ей вообще перестанут позволять так вальяжно себя здесь чувствовать. Kill Reds. Маны тоже не очень много. Но арканы появятся у него рано или поздно. Там тем временем use it shine. И есть арканы теперь и у Сенкинга. Левел 3 у него. Пассивка не вкачана. Monkey King 4. Пока только колечко. Маны также не очень много. Буквально на одну способность. И здесь выход, если пойдет, то что только на Тиммера. Не на Энигму. Что довольно странно. И через Блэк Холл можно забирать его. А можно и без Блэк Холла. Нет, все-таки решили потратиться. И вот они в два ультимейта. Ну, ультимейт Пугный это... Такой себе ультимейт. В том плане, что... Кулдаун крайне низкий здесь. Можно дальше идти на Бэйна. И пойдут. А Бэйн разменяться с Сенкингом. Но застанили того. И есть тики. Квин оф Пэйн тоже очень горит. И ракета прилетает. Потрясающая игра от SG. Забирают все-таки Квин оф Пэйн. Но мало того, что развели на огромное количество ресурсов. Так еще и забрали Кора. Потеряли всего лишь саппорта. В который очень долго жил. Вышка и... Собственный встроенный хил благодаря второму скиллу делают свое дело. Левел 4. У Клокверка. Пугна уже 8. Вайпер, наверное, да. Почти 9. 61 на 22. Ну, здесь хотя бы все хорошо. И мы, если посмотрим, то Вайпер занимает первую строчку. И по-прежнему лидирует немного Infamous по деньгам. Но это... Только начало. Поэтому ни о чем мы говорить еще не можем. Нападение на Сенкинга. Должны, должны его забирать. Или нет? Уйдет. Уйдет. Просто на ноге. А Липоса перемещается уже в леса. Четвертые Долоны. Можно и Энштраф пофармить. Чем он, собственно, и занимается. И несет себе Мидас. Да. Мидас есть. Моментально он юзается. Сейчас купятся какие-то тапки. Пугна в соло нападает на Тимбера. Как же тут страдает. Огромное количество урона получает. Пугна разве что маны не так много. Ну, вот покупает себе арканы. Сразу же их юзает. И теперь будет немного попроще. Пугна самый большой прирост интеллекта в доте. Если не ошибаюсь, 4 единицы. И... Это... Очень много. Даже 4,5. Ни один другой герой не может похвастаться. По-моему, в принципе, ни в какой характеристике таким приростом. Если я ничего не путаю. Ну, по другим показателям, конечно, страдает. Мы видим. Полторы единицы силы. Всего лишь очень... Такой герой уязвимый для... Любого нападения. Какого-либо эскейпа нет. Энигма. Почти десятый. Тапки есть. Энигма, конечно, может здесь... В соло вообще игру выигрывать. При небольшой поддержке тиммейтов. Энигма, которая имеет столько денег. Ну, талант, конечно, вряд ли будет браться на 15-м на золото. Хотя и такое возможно. Все-таки кулдаун целых 15%. Это слишком много. У Блэкхола невероятно долго перезаряжается ультимейт. Поэтому необходимо брать этот талант без вариантов. Блэкхола ультимейт. Заговорился, неправильно сказал. Здесь, тем временем, Квин оф Пейн. Снова может подставиться. А хватит ли демеджа? Нет. Ни в коем случае. Блинк есть. Поблизости рубик. Если что, подсейвил бы. Все живы, все уходят. И вот небольшое преимущество за счет снесенной вышки. Теперь за SG. Тиммер, мы видим, ничего еще не имеет. Даже аркан у него нет по-прежнему. И занимает он аж пятую позицию по Нетворсу. Манки Кинг тоже не так хорош пока. Но самое главное, что целых три героя в топ-4. И от Вайпера не отстают двое вообще. Выйти попытаться на Вайпера. Ну как же много на него придется потратить. Даже с ультимейтом Бэйна. Даже, наверное, два саппорта. Но они ему ничего не сделают. Тут нужно либо Блэкхолл какой-то использовать. Под Миднайт Пульсом. Либо чтобы Эникма ультимейт кастовала. Вернее, Пугна ультимейт кастовала очень долго. Здесь уходит. Тимбер. И продолжают здесь давить вышку. Там тем временем на топе. Битая Квин оф Пейн. Но смели забрать Мейн Керри. Ну и Тир-2. Сейчас разрушат без вариантов. Квин оф Пейн. Отпивает Шрайн. И пойдет сейчас на нижнюю линию. Вот этого могут не ждать. Сейчас СГ. Ну, если будет какая-то инфа. С другой стороны Блэкхолл уже есть. Его можно использовать. Килл Рэдс. Как же он рискует. Как же далеко выходит. А маны-то у него совсем не осталось практически. Получает станы. Какой же колоссальный дэмэдж. Мне кажется, даже нельзя было. Вернее, не нужно было тратить здесь Блэкхолл. Еще и СН Кинга по пути убили. Сверху ребята из СГ. Ну, просто невероятный урон. Буквально два удара нужно нанести вышке. Хочется, хочется. Либо Бласт дать. Вот он Бласт. А вот так. И Тэп Аут. Здорово. Здорово. Дэя играет в этой ситуации. Уходит. Восстановит маны. Восстановит ХП. Анигма тем временем отпевает Шрайн. И берет Аркана. Не хватает все-таки маны. Даже с Солрингом. На топе. Квин оф Пейн. Вообще полезность какова будет Квин оф Пейн за сложные линии, пока не совсем ясно. С другой стороны, есть уже банка. Есть грыжные стики. Есть ПТ. Там потихоньку арчит будет вырисовываться. Но все равно по экономике будут уступать. Просто из-за того, что пушат СГ быстрее. И самое главное, есть Мидас. Ну, Энигмы. Итак, Квин оф Пейн. Можно попытаться поймать. Есть танк по двоим, но... Блэкхолла-то больше нет. И без Блэкхолла не очень хочется драться. Не попадает сейчас Тимбер Чейном. И... И цепляет его Клокверк. Здорово. Можно попытаться его убить. Убивают очень легко. Неплохой прокаст от Квин оф Пейн. И можно и с ней разбираться. Да, все биты. Но когда она одна дерется против четверых, выжить будет нереально. Нападение на Рубика. Тот получает также слип, после которого уже было делом техники разобраться с этим героем. 4000 преимущества после этой полудраки. В которой очень мало было участников со стороны Infamous. Monkey King отправляется на нижнюю линию. Купит себе Battle Fury. Уже с Perseverance попроще как-то. С Регеном можно путешествовать по карте и... Легко добивать крипов. Итак, Тимбер. Абсолютно голый. Вообще ничего у него практически нет. 3400 Net Wars. Отставание от Enigma уже 3000 составляет. А это вроде как Main Carry. В легкой находился. Конечно, здесь нельзя его таким позиционировать. Есть Viper, который должен эту роль выполнять. По большей части здесь нападение на Enigma через Epicenter сумели забрать. Ну ладно, Enigma не так много потеряет с этого. Кстати, какого левела ракет? Второго. Нормально. На миде. Нападение. И вот то самое, о чем я говорил. Напасть через Ultimate Bane. И не хватило. Двух героев вообще, даже близко не хватило, чтобы убить Viper. Там треть хп еще оставалось. Снизу нет уже вышки, поэтому не совсем понятно, что здесь забыл Monkey King. Просто стягивает на себя героев соперника. Отвлекает внимание. Итак, что придумает сейчас Infamous по такой игре, чтобы как-то вернуться в эту игру? Я на самом деле не знаю. Попросили звук Dota погромче сделать. Неужели так тихо? Ну ладно, в принципе. Вот так сделаем. Мне не принципиально, не сложно, поэтому как вам будет лучше. Итак, поехали. Смотрим дальше. 17-я минута пошла. Плюс 4000 у SG. Их соперник в роли догоняющих сейчас. И если смотреть вообще на лейт потенциал, то я не вижу здесь аутов у Infamous совсем. То есть как-то вывозить на том, что у вас будет два очень толстых героя на 50-й минуте игры, которых не пробьют. Но мы не забываем про Enigma. Там не важно, сколько у тебя хп. Хоть 50 тысяч. Тебя все равно убьют под Black Hole, под полным прокастом. Поэтому нужно уже какие-то активные действия предпринимать как можно быстрее. Monkey King набирает потихоньку. У него Battle Fury, да, там в 20-й минуте, может чуть пораньше появится. Сейчас втроем изжили снизу. Втроем в смоках, имеется в виду. Пытаются страховать сейчас Monkey King. Если вдруг какой-то выход на него будет. И Бордино с топа решает улететь, потому что слишком много героев врага на этой линии находятся. Но вот куда пойдут сейчас SG? Рошан далеко. Идти на хайграунд заходить? Вот прямо сейчас? Не слишком ли рано? Кстати, Disable тоже не очень много Infamous. И, возможно, Лепоса будет кастовать свой Black Hole практически беспрепятственно. Если Сенкинг сам синициирует, уже минус стан. Вообще, с этим огромные проблемы. И Enigma действительно здесь очень страшное оружие. Вайпер. В такой позиции находится сейчас SG, что и хочется напасть. Но, с другой стороны, два героя далековато. Без них урона может не хватить. Ну и Пугна уже на топе. С тревелами, с линзой. Может себе позволить летать по карте. Зарабатывать деньги. Первое место уверенно держит именно этот герой по общей ценности. Ну и Enigma недалеко. А вот Тимбер очень далеко. Queen of Pain тоже далековато. Два Кора, которые должны иметь много денег. Да, у них хорошие скиллы, которые, в принципе, не очень зависят от наличия каких-то серьезных предметов. Но все равно без этого никуда. Нападение есть. И через Блэк Холл неплохо. Хватит ли урона? И должно хватить хотя бы по одному из них. Да, минус Queen of Pain. Ну и также минус Шенкин. Блестяще сыграно. Вот вам и действительно крутая реализация Блэк Холла. При том, что нападали непосредственно на Пугну. Два в ноль. Нападение закончилось полным провалом. Ну и теперь можно ломать. Тир-1. Вайпер приходит. Вайпер тоже неприятно так стоит, напрягает. Но получает слип и ничего он здесь не сделает. Вот так вот остановить какого-то героя. Хороший Бэйн персонаж для подобных целей. Monkey King с Battle Fury. Есть телепорт, если что. Но он уже летал, поэтому только через минуту будет готов где-то помочь своей команде. Но опять же, трех первых вышек нет у одних. У других нет уже одной из тир-2. Но с другой стороны есть вышка на топе, которую хочется как можно быстрее. Уничтожить для того, чтобы расчистить себе путь к Рошану. В том числе, хотя Шрайн есть, в любом случае прилетят. Однако борьба за Рошана, я уверен, будет. И ни одна, ни другая команда отдавать его просто так не захочет. Учитывая тот факт замечательный, что и те, и другие будут бить его довольно долго. Нет какого-то минус армора. Ну, возможно, там пачка идолонов придет. Окей, дальше. Дальше. Дальше все. Ну и Monkey King ручками. Итак, здесь появляется Форстаф. У Пугный будет дальше выходить в Аганим. Тоже довольно дефолтный билд. Опять же, Форстаф нужен, если вцепится в тебя Вайпер. Мало того, что у него есть свой, так еще и у тебя своего не будет. И уйти будет невероятно сложно. Разве что Телепорт тебя спасет от него в стычке 1 на 1. Вообще, Телепорт здесь действительно такая штука, которая будет спасать команду SG. У соперника очень мало дизейблов. И в любой непонятной ситуации увидел, что Санкинг до этого подкопался. Рубик поднял. Улетай и будешь жить, как говорится. Infamous. Единственный свой такой мув провалили, а больше ничего не предпринимают. Это устраивает команду SG. Они готовы, если что, фармить. Они готовы затягивать игру. Они понимают, что преимущество на их стороне. И соперник их боится. И сейчас может быть открытая драка такая снизу. Вышки нет, лететь некуда. Поэтому 3 в 3 просто так. Но подтягивается и Тимбер, и Квин оф Пейн. И находят. Находят Клокверка. И Клокверк не успевает. Кстати, Манкикинг ничего сделать, чтобы засейвить Клокверка. А мог бы тот уже улетал. Пугна с Энигмой уже рядом. Энигма, а Блэк Холл только через 20 секунд. Но уже убили Вайпера. Как же много урона он получил. 2 в 1 файт. Клокверк только сейчас погибает. Который должен был погибнуть секунд 10 назад. 2 в 1 без Блэк Холла. Без шансов для Infamous. Infamous, вы знаете, это катастрофа. Слип. Нет, слипа не будет пока, по крайней мере. И не попадает. Ну вот тут дважды сплоховал Манкикинг. Во-первых, не застанил Рубика, который сбивал телепорт Клокверку. Так бы, возможно, Клокверк и выжил. Ну и здесь не попал. Но это не ошибка, а скорее просто не везение. Немного не угадал. Итак. Манкикинг. Сабли будет покупать. И через проказ, через Сайленс. Арчит есть у Queen of Pain. Забирают его. Много урона он получает очень. И шансов никаких не было. Тиммейты были очень далеко. Ну и вот он, наконец-то. Хороший такой выход от Infamous. Infamous Янг. Который заканчивается. Одиночным убийством без каких-либо потерь. Вышли, сделали дело, ушли. Вот так и нужно им действовать. Но как часто они смогут подобное исполнять? Был потрачен эпицентр. То есть в теории сейчас, после появления Манкикинга, без этой способности драться практически нечем. Infamous и SG могут себе позволить понаглеть и, ну, если не на хайграунд заходить, то на Рошана уж точно. И цепляют Вайпера. Пока там все доберутся, он очень много ХП сможет снести Клокверку. Главное, чтобы Клокверк выжил. Но за счет того, что зафиксировали, у Вайпера шансов нет. Midnight Pulse невероятная способность, которая творит чудеса всегда. Без этой способности, возможно, и долго бы били Вайпера. Но для этого Энигма и берется, чтобы пробивать вот таких товарищей. В том числе, не только для Блэквола. А у Энигмы, кстати, намечается Блэкингбар. Но тут сбивать абсолютно нечем. Поэтому с БКБ Энигму не законтрит никто. Здесь только одна есть. Контра этому герою не подставится. Если вы подставитесь, вы проиграете игру. 25-я минута пошла. Киллов не так много, как последние два дня я смотрел матчи там. И по полтора, и по два убийства в минуту было. Но здесь полуфиналы уже. И ни в коем случае ни одна из команд не хочет проигрывать. Просто представьте сейчас Южная Америка, хоп, поедет на мейджор, потом на минор, на какой-то, потом на все турниры в этом году. И будет медленно, но уверенно набирать опыт, набирать силу, известность. И рано или поздно мы увидим их на высоких местах. Я в этом не сомневаюсь. Скорее поздно, но тем черт не шутят. А может быть кто-то из этих стран Южных. Вернее, кто-то из представителей этих стран будет играть в известных Тир-1 командах. И такое возможно. Каждый сейчас представитель, каждая команда играет не только за себя, не только за свой тег, но еще и за весь регион. Хорошо, просветили. И сразу же через Финсгрипп. И быстренько справляются с Энкингом. Не будет его. Рубик очень битый. Минус также Рубик. Просто слоу-граунд. Расстреляли всех. Квин оф Пейнт дает прокаст и будет жить. Клокверк через Слип засейвили. Уже минус 2. При том, что есть еще Блэк Холл. Да, нет хукшота. Так просто не нападешь. Но Блэк Холл-то есть. Поэтому можно продолжить. И продолжают. А вот и Энигма. И Блэк Холл плохой успевает. Ведь и Вайпер на Форстафе. И убьют только Тимбера. Маловато, наверное, для Блэк Холла, который был заюзан. Еще и БКБ предварительно прожималось. А зачем, кстати, прожималось БКБ? Вот это не совсем понятно. Рубик был мертв. Сэн Кинг был мертв. Остальные, я слышал, так себе сбивают этот ульт. Бэйн. Ну, Бэйна в идеале забрать, конечно. Хотя поблизости есть Клокверк. Бэйна, конечно, забрали и хорошие Коги. Цепляют сразу двух героев. И оба уходят. У одного Блинка, у другого Тимберчейн. Килл Рэдс. Килл Рэдс на разворочище. Будет ломать здесь лицо Клокверку. И Клокверк живет. А вот Манки Кинг нет. Насколько же он хрупок, этот Керри. Вообще не почувствовали его присутствие. Вроде как стоял, вроде как что-то ковырял. Но пока нет БКБ, выживаемость его страдает. Итак, у Энигмы. Еще почти 2000 золота имеется в наличии. У Клокверка будет Блэйдмейл. Скоро Клокверк, медленно, но уверенно. Также покупает какие-то артефакты. У Бэйна есть медалька. Можно подумать о заходе на Рошана. Но вот на Рошана зашли уже Infamous. И быстренько его забирают. Параллельно убив еще и Клокверка, который хотел разведать обстановку. А вот это уже интересно. Потому что Вайпер с Аегисом сам по себе очень плотный. Так его еще два раза нужно как-то убивать. Первый раз, допустим, Блэкхолл. А второй раз что делать? Там Блэкхола уже не будет. И без него Вайпера будет забрать крайне трудно. Посмотрим, как SG следующую пятиминутку вообще проведут. Будут ли они драться, либо же позволят Infamous свою какую-то игру навязывать, отправляться, пушить вышки. Возможно, Infamous собираются. Пока же ничего не ясно. Избегать драки в идеале лучшее решение для SG. Ну, либо с Блэкхоллом какую-то одну принять. Причем заведомо выгодную для себя. Ни в коем случае не 5 в 5. Ну, либо как-то через молки при помощи эффекта неожиданности напасть на врага. Monkey King продолжает фармить и Monkey King в очередной раз сцепляет. Как уходить? Через телепорт. Вот и все. Да. Потрачено 2 ультимейта. Телепорт позволяет тебе спокойно уйти. Санкинг ворвался. Рубика Monkey King не увидел. Посчитал, что тот далеко. И оказался прав. Рубик не успевает использовать свой телекинез. И так может делать абсолютно любой. Ну, Бэйна, возможно, бы и успели убить. Дэмэджа бы хватило. Но, опять же, много ли раз в такой ситуации окажутся игроки SG, когда... 2 в 1 их будут ловить? Не уверен. Берегись! Берегись! Такое чувство, что кричали сейчас именно Monkey King, который после того, как блестяще выжил. Погибает на ровном месте, там, где не должен был. Ну, и вот сейчас вынуждены SG защищаться. Infamous отыгрывают несколько тысяч. Было порядка 6. Сейчас только 3. Санкинг летит на нижнюю линию. Санкинг будет... Стараться мешать Пугне подбираться к тир-3 вышке. Ну, пару-тройку нюков можно запустить. Но даже этого не делает. Понимает, что здесь еще один герой. И против двоих как-то драться не очень хочется. Бэйн. Имеет 12 уровень. Ультимейт в двойку вкачан, естественно. Вот Infibble. Здесь такая способность, которую кидать-то не на кого. Ну да, можно там лишить атаки Вайпера. Фин оф Пэйн. Но эти герои не сильно пострадают в таком случае. У них есть все, чтобы и без нее, без атаки сражаться. Здесь нападение было на Тимбера. Отомстили Клокерку за его смерть. Ну, без Блэкхолла. Благо для SG. Просто такая драка один в один. И у Infamous пока, к сожалению, не получается подраться с Aegis'ом так основательно. Тем более, он у Вайпера. У Вайпера, который и так очень плотный. Ну, хорошо. Если убьют всех остальных и появится один Вайпер, это нормально. Это устраивает SG. Либо могут его просто сейчас поймать и цепануть. Дважды убить. Бэйн в позиции. Бэйн имеет инвиз. Бэйн показывает, что поблизости больше нет никого. Можно напасть. Но далеко. Почему не идут? И вот сейчас есть слип. Ну вот, если убьют, то убьют наверняка два раза. Хорошо. Первый раз без Блэкхолла. Очевидно, без Блэкхолла. Два других хритимейта тратят. А вот второй раз. Ну, пугна поблизости. Не нужно, не нужно тратить Блэкхолл. Нет, все-таки тратит. Еще и БКБ прожимает. Один только вопрос. Зачем опять Блэккинг Бар? Там остается уже 8 секунд. Ну, вообще же даже близко никого не было. Ты можешь спокойно кастнуть Блэкхолл. Вайпер, я слышал в Блэкхолле, находясь, сбить его изнутри как-то не может. Да и в принципе он не отличается подобными навыками. Поэтому очень странно. Очень странно. Возможно, какая-то, не знаю, какое-то волнение. Вот очень сумбурно все произошло. Хотя подготовиться было время. Тимбер вставляется. Несколько тычек получает. И Сэн Кинг с Блэккинг Баром. Откуда он его взял вообще? Рубика. Тем не менее, убивают. И пока никого не получается убить команде Infamous. Вот только сейчас пугну. Скорее всего заберут. Да, есть фраг. Но в ответ можно попытаться убить и Тимбера. Тимбер очень битый. Но как же много урона он наносит, пока живет. И быстрее его нужно убивать. Иначе вы поляжете здесь все. Три в два файт. Но по факту два в два. Так как Вайпер погиб гораздо раньше. И вот тут уже не было Блэкхолла. Тут уже не было ульта Манки Кинга. Тут уже не было ульта Бэйна. Тут вообще ничего не было. И... Наверное, так же, как и я, не ждали, что у Сэн Кинга появится вдруг. Откуда ни возьмись Дайгер. БКБ, с которым он... Очень удачно ворвался и много урона сумел. Нанести. Давайте, кстати, посмотрим, сколько. Ну вот, две тысячи нанес. Кин оф Пейн 3. Тимбер 2 600. Здесь никто таким дамажем похвастаться не может. Энигма без Блэкхолла. Беднайт пуль скидается и... Уже дамаж. Наносится огромный. Все остальное это лишь дело техники. У Энигмы сейчас будет Октарин. Блэкхолла можно будет кастовать еще чаще. Сегодня, помимо этого противостояния, мы посмотрим матч между командами Мэтт Кингс и Тим Така. Мэтт Кингс тоже мне не довелось смотреть. Они вчера Люцини обыграли 2-0. Но вот Тим Така очень крутые ребята. Вот этот Мипа их. Кстати, классный Мипа. По меркам, наверное, этого дивизиона, это лучший Мипа этого региона. По меркам, в общем, мировой дота-сцены. Ну, наверное, послабее будет Аби, да. Но, вы знаете, ты смотришь, по крайней мере, вот Южную Америку. И этот Мип разрывает без шансов соперника. Причем, самое главное, что они пикают вот тогда, когда нужно, а не тогда, когда хочется. Здесь нападение на Пугну. И Пугна погибает. Снова хороший выход от Infamous. И преимущества уже нет никакого. Практически в нулях у нас будут графики. И отыгрались. Infamous сейчас. Благодаря тому, что Пугны нет. Давайте, кстати, байбэк посмотрим. Байбэк имеется. Но можно хотя бы разводить. А игра, он будет ковырять достаточно долго. Хотя вайпер издалека как-то там стоит, что-то делает. А у нас Рубик с Бластом. Ух ты, это круто. Рубик с Бластом, он пушит, я слышал, нормально. Раз Бласт, два Бласт. Так, тем временем цепляю Тимбера. Тимбер получает стан. Сумеет ли куда-то уйти. И да, находит последнее дерево. И уходит. Рубик живой. Все живы. И просто можно теперь отступить. Можно побить шрайны. А Ягиса уже давно нет. Поэтому отпушить, заработать немного денег. Сломать шрайны, когда не будет соперника поблизости. Ну а дальше совершать попытку все-таки теперь забрать бараки. Без боя. Вышка была отдана. Пугну тоже БКБ будет появляться. Но еще довольно много денег нужно нафармить. В случае смерти и попытки зайти на хайгрант от врага придется еще и выкупаться. Поэтому как можно быстрее нужно покупать Блокинг Бар. Чтобы и выкупаться не пришлось, чтобы жить просто в замесе. Такой вариант вполне возможно. Возможно. Итак, Сенгинг снизу. Будет получать уровень 18. Улучшает свой ультимейт. И все. Третий эпицентр. Бараки уже, кстати, за двадцатку имеет уровень. Сеншин Дьяша. БКБ. Две семьсот здоровья. Плюс пассивочка. Убить его невероятно сложно без использования ультимейтов. Это практически нереально. Ну что там. SG. Сами решили направиться в атаку. Они не знают наверняка, что уже проигрывают по деньгам. Причем проигрывают две тысячи. Хотя ввели шесть. То есть на восемь тысяч графики скакнули у нас. По итогу. Даже вот мы видим. Порядка семи с половиной было преимущество SG. Больше чем шесть. И по факту десятку. Вот так. InFamous. Выиграли за последние там несколько минут. После минут 10-12. Действительно этот отрезок они проводят лучше. Много вопросов вызывает Enigma. Пока что вроде начало игры было отыгранным очень круто. А вот дальше. Так. Сколько там кулдаун? 102 секунды. Ну вот это уже больше похоже на нормальный человеческий ультимейт. Ну и затишье какое-то. InFamous. Как мы видим толкают. Центральную линию путем управления оттуда тимбера. Большая часть героев на топе. В ожидании драки. Вайпер очевидно байтит на себя. Ну и вот так просто не пойдут на него. Как можно быстрее нужно какую-то драку принимать SG. Иначе слишком много они времени потратят. Сенкинг. Сенкинга кстати в идеале нужно убить как можно быстрее. Но тот включает Блэкидвар. Его уже не поймать. Зато поймать можно как минимум Бэйна. И Клокверк уходит. И Бэйн улетает. Да. Телепорты, телепорты. Еще раз телепорты. Просто носите телепорты и вы будете жить против этого пика. Потому что Сенкинг всегда начинает и инициирует со стана. Все. Минус один стан. И Рубик. Повторюсь. Тоже не всегда будет рядом. А больше ничего и нет. Ниба. Будет покупать себе рефрешер. Конечно. У Манки Кинга появилось ли что-то? Ну. По факту не так уж и много у Манки Кинга всего. По Нетворцу. Он по-прежнему на третьей строчке. Причем остается совсем немного. Меньше тысячи. Однако это не помогает ему. Вот этот набор артефактов. Долго жить. Наносить свой урон. Ему как-то нужно разгоняться. Ему нужно долго в драке находиться. Пока не получается. Пока все это время он скорее плюс один, так скажем, для своей команды. Но ни в коем случае не какая-то важная боевая единица. Возможно еще наберет. Возможно разгонится. Возможно лучше драки будет проводить. Занимать какую-то более удачную позиционку. Но пока всего этого не было. Ни разу по факту. СДжиз снова думает, что им делать. Там уже Сэн Кинг открывается от Клокерка по деньгам. Там Рубик уже почти в два раза перефармил. Бейна. Может быть это не так важно. Однако, это все равно цифры. Цифры иногда важную роль играют. Не всегда, конечно. Но бывает. Итак, Пугна. Тоже себе ничего нового не покупают. Вот был Блокенбарк, кстати, появился. Да, вот эта новая штука. Теперь осталось накопить деньги на байбэк. И мы будем смотреть. Когда у нас будет файт. Ну, видимо, файт будет после того, как убьют Рошана. Потому что вот его уже ковыряют инфеймос. На топе много героев. Снизу только Пугна и только Тимберсоу. То есть 4 на 4 можно драку как-то принять. Манки Кинг ультует. Вайпер. Ну, полностью весь проказ тратят на Вайпера. Ну и сейчас Блокенбарк также прожимается Энигмой. Но это всего лишь один герой. Рубика тоже хочется убить, но не получится. Сэн Кинг тем временем ультует. И, конечно, кастанет. Он свой эпицентр. Но раскайтит его. И дэмэджа тот нанесет не очень много. Квинук Пейн на Блокенбаре врывается. Прожимает шиву и пытается раздавать с руки. Но с руки не так много дэмэджа у этого героя. А вот прокаст хороший. И Клокверка тем самым получилось. Забрать Тимбер. Очень битый. 2 в 1 пока что файт. И можно третьего забирать. Третьего забрали. И это был Рубик. Но тогда и четвертого. До кучи. Бейн. Нет у него форстафа. Нет у него возможности ворваться. А Тимберчейн там на пол карты летает. Поэтому. А вот тут не попал. И Тимбер. Пока уходит. Дальше что? Ну а дальше Энигма за ним пойдет до конца. Ну и все-таки догнали. Много времени на него потратили. Огромное количество. Там уже пара героев появится. Вот-вот. Но тот факт, что они сумели забрать четверых. И помешали сопернику взять Аегис. Он очень важен. И нужно идти забирать Аегис самим. Ну пойдут ли? Долго ведь бить будут? Queen of Pain. Живее всех живых. Queen of Pain. 23 уровень. Шива. Морчит. Ну вот Queen of Pain. Несмотря на то, что в сложной стояла. И старт был не самым лучшим. Набирает свой артефакт. И вот уже Мелл Шторм появляется. И... С руки уже какой-никакой урон будет появляться у этого героя. Пока что в основном магией пробивает. Вот уже за две сотни урона имеется. Уинник бы. 25-й будет совсем скоро. Там берется талант. Кстати, интересно какой. Будет ли это 8 идолонов? Либо же это будет 12 армора? Таланты, конечно, кардинально отличаются. Ну то есть... Даже близко там нет никаких похожих вещей. Просто 8 идолонов или 12 армора. Выбирай. Мне кажется, почему-то идолонов возьмем. Ну армор армором. Там не так много героев с руки бьет. А 8 идолонов дополнительных позволят тебе очень быстро справиться с любого рода строениями. Просто идешь и ломаешь. И так. Подходят к Тир-2 СГ. Рошан жив. Рошана будут убивать только если сейчас выиграют драку. Либо просто снесут Тир-2. Соперник, кстати, до Шрайнов так и не дошел пока что. Если что, могут отступить СГ. В случае драки здесь похилиться и вернуться в нее. Потому что драка на Рошане, ну, надеюсь, будет все-таки. Ну нет. Снова все разбежались по разным частям карты. Сен Кинг продолжает толкать нижнюю линию. Заберет сейчас Тир-2. Никто ему мешать не хочет. Или не может. Или не позволяют. Это уж вам беднее. А вот Сен Кинга получится ли наказать? Ну, вижно, никакого по нему нет. Только Манки Кинг, если будет сбивать. Но он никого уже не найдет. Так как Сен Кинг просто улетает. Еще и хасту находит Сен Кинг у Энигмы. Ну, вот один крип. Один крип до 25 уровня. У Пугна будет Хейкс. Ну и Рошана все-таки убили Инфеймос. Снова не было на нем драки. Как бы это ошибкой не оказалось огромной. 3000 преимущества имеется сейчас у Инфеймос. Несмотря на плохую, откровенно говоря, драку сверху. Это мало на что повлияло по итогу. По-прежнему Инфеймос впереди. По-прежнему Инфеймос будут оказывать свое давление. Чем быстрее, тем лучше. Для них самих. И вот так сносят Шрайн. Тоже без боя. Вообще, бывают ли когда-нибудь бои за Шрайном? Я уж не помню, когда я последний раз подобное видел. Энигма. Тратит Блэк Холл. Не жалеет на Сэм Кинга. 70 секунд без Сэм Кинга. 100 секунд без Блэк Холла. И по факту, эта смерть Сэм Кинга оказалась для SG. Ну, просто бесполезной. В том плане, что если вы сейчас пойдете, то вы пойдете без Блэк Холла. Если вы подберетесь к бассе, Сэм Кинг уже появится, а Блэк Холла еще не будет. Что сделали этот килл, что не сделали. Вообще, он ни на что не повлиял. Повлиять он может только, если прямо сейчас подерутся SG. Где-то еще. Ну и неужели ничего не буду делать инфеймос? Увидим. Пока они будут ждать просто появления Сэм Кинга. Того не будет еще 20 секунд. Чуть поменьше. Ну и SG. Не хотят тоже драться против Аегиса. Даже в большинстве. Манки Кинг все фармит. У Манки Кинга появляются артефакты. Один за другим. Но пока его сила для меня остается загадкой, если честно. Мне кажется, что любого другого Керри возьми на это место. И он бы справился со своей задачей не хуже, как минимум. Да кого угодно вообще. Свена, Антимага. Вот Войда, что угодно. Нападение на Сэм Кинга в очередной раз. А вот без Блэк Холла быстренько его убить. Вот это уже приятно. И вот теперь, когда у вас будет Блэк Холл, а у врага не будет Сэм Кинга, попытаться зайти на хайграунд, наверное, можно. Но. Но. Если вдруг SG и сейчас не пойдут, то тогда что-то мне подсказывает, что эта карта продлится, ну, знаете, минуты так 70-80. Потому что одни боятся, другие не хотят. И отбиваться и одни, и другие, в принципе, могут достаточно эффективно. Там еще и байбейки будут, поэтому одной дракой, даже 5 в 0, эта игра точно не ограничится. Файтов мы увидим много. Вот сейчас Вайпера хочется поймать, не получается. Пугна с Клокверком очень далеко. Они продолжают фармить. Все просто бьют крипов, все фармят. По крипам мы видим, там уже есть и под пять сотен героев, заработавшие. Монки Кин, в частности. В Энигмы. Скоро будет... Будь софт тревел, но это все... Не так важно, это мало что меняет вообще. Вообще, есть ли артефакты, которые как-то кардинально поменяют ситуацию на карте? Я вот смотрел на каждого героя и не вижу подобного. Вайпер не так много урона имеет, но зато огромную выживаемость. Сейчас еще бабочку купит, а кому МКБ собирать? Ну, конечно, Монки Кин. Он пока планирует взять именно с Кади. В первую очередь. Потом можно что-нибудь продать, МКБ докупить. Если Вайпер возьмет бабочку, даже не обязательно покупать Монки Кингу. Это МКБ просто потому, что, как правило, не с руки забирают Вайпера. Как правило, все это через Блэк Холл, Миднайт Пульс и так далее. То есть, все что угодно, только не удары ручками. Ну и снова затишье. Ничего не происходит. Как же бояться и те, и другие. Что-то мне подсказывает, что команда, которая сейчас выиграет карту, там, неважно за какое количество времени, либо проиграет, либо выиграет вторую, но раза в 4 быстрее минуты за 25. Ну, не знаю. Вот такое ощущение. Так в теннисе обычно бывает. Кто-то выигрывает первый сет с счетом 7-6. Потом проигрывает второй. 6-1 или 6-0 или что-то подобное. Такое. Ну, просто выдыхается кто-то. Здесь тоже можно эмоционально как-то просесть и просто подустать. Волнение имеется. Хочется попасть на первый мейджор в сезоне и тем, и другим. Но хочется еще двум участникам полуфиналов там оказаться. Поэтому еще одно противостояние, как минимум, мы сегодня посмотрим. Итак, нападение. Есть. Вайпер встревает. Но тут сразу же 3 блэкинг-бара. И снова плохой блэкхолл только у одного героя. Также прокасываю дает Манки Кинг. Ну, пока все абсолютно живы. Клокверк самый битый. И разве что Клокверка сейчас убьют. Нам снято за это Квин оф Пейнт. А сразу же на 97 секунд отправляется в таверну. Вайпер успевает прожать сыр. Пока 2 в 1 драка. Блэкхолл 1 был потрачен. Да и второй так же. И Вайпера на хайграунд закинули. И он так же погибнет. На хайграунде же был. Или нет? Я не заметил. По-моему, да. Отомстил. Тимбер. 3 в 2 драка. Ну и долго не будет двух коров. У одного из них байбэк отсутствует. Но Манки Кинг. Я Манки Кинга, если честно, видел на карте. О, вернее, в этой драке. Только когда он кастанул ульт. Все. Больше Манки Кинг. Такое чувство, что не внес импакта от слова совсем. И снова его полезность. Под вопросом. У Энигмы 2 ультимейта. Будут через 70 секунд. Снова готовы драться. 40 секунд не будет. Квин оф Пейнт. 50 вайпера. Но так как у вас так же 2 героя отсутствуют. Все просто снова расходятся. По карте. Так что. Так что не знаю. Вроде динамично. Вроде напряженно все происходит. Но скучновато. В том плане, что команды очень осторожничают. Это видно. Все уже запакованы. Ну, по полной практически. Только саппорты, естественно, не имеют каких-то крутых дорогих артефактов. Проблемы сейчас могут быть у тимбера. Тимбер. Уходит потихоньку. Хочется пануть тимбера. Простили ракеткой. Видно, пульс. Был уже использован ранее. Поэтому в деревьях не получится. Но зато получится через Блэк Холл. Не жалеют абсолютно его. И минус тимбер. 4 заряда всего лишь у того. Да уж. Ну и 70 секунд теперь не будет тимбера. Рошан. Еще отсутствует. У Вайпера бабочка появилась. У тимбера. Тимбер мертвый. Здесь есть Мелнир. У Сэн Кинга. Такой джентльменский набор. Всегда берут примерно вот так. И ничего не меняется. Уже там год, наверное. Здесь Бэйна находят тем временем. Ну вот. Время, которое можно было использовать на пуш, допустим, хотя бы. Тир-2 вышки. Либо подход на хайграунд. Итак, здесь могут поймать Квин оф Пейн. И снова не задевают Сэн Кинга. Блэк Холл в одного, но в Кора. Причем важного Кора. И это снова на руку. И нашли также еще по пути. Рубик. А ну Рубик это не та цель, которую хочется убивать. Убили и убили. Ладно. Он мало на что влияет в драйке. Но вот теперь. Минус 3 героя. Двух не будет достаточно долго. Тиммер появится через 10 секунд. Вайпер 1. Отпушит все это дело. Наверное, не сумеет. Даже Сэн Кингом не сумеет. Сэн Кинг цепляет. Просто в наглую принимает бой 2 в 5. 2 в 4, прошу прощения. Сэн Кинг очень битый. Использовал эпицентр. Но Пугна, которая все это время высасывает здоровье, живет. И даже Вайпер не сумел последнюю тучку нанести. И нет по-прежнему байбэка от Квин оф Пейн. Потому что у нее просто не хватает денег. И есть байбэк от Сэн Кинга. Снова в плюс драка для команды СГ. Развод на байбэк от Сэн Кинга. И 45 секунд еще не будет Квин оф Пейн. Блэк Холл будет через 40 секунд. Рефрешер будет через 25 секунд. Вот это энигма страшная. Но пока Блэк Холлы таковые. Там в 2, в 3 как минимум цели отсутствуют. Даже в 2, я помню, по-моему 1 только. Все пока только в одного героя. Ну, просто потому что может себе позволить с такими кулдаунами использовать этот ультимейт в любой ситуации, которая позволит вам совершить хотя бы одно верное убийство. Снова ничего не происходит. Снова Рошана бьет инфеймос. Снова СГ им не мешает. Но ведь есть же Блэк Холл. Может быть попытаться хотя бы разочек. Осторожнее считают, что Аегис не ключевая вообще вещь, которая как-то переворачивает ход игры. Мы видели уже дважды, как Аегис не реализовывали инфеймос и не боятся этого СГ. Но вот сейчас наконец-то драку устроят и нападают на Тимбер. А Тимбера убьют 100% минус Тимбер. Что там по рефрешеру? Рефрешер есть, пока не прожимается. Но если что, обязательно прожмется. В позиции находятся инфеймос. Просветили Сэн Кинга. И заходят именно СГ в этот раз на Рошана. Но наконец-то получилось и у них. Будет ли бой? Будет ли инфеймос пытаться помешать? Или все-таки просто без боя отдадут? Судя по всему... А вот байбэк. Тогда точно драка будет. Либо этот байбэк был напрасным. Сэн Кинг рвается. Неплохо подкапывает Манки Кинга. Блэкинг Бар есть. Из-за того бросают слип. Энигма. Блэк Холл. Будет ли? Да, есть. Но цепляют снова лишь одного героя. Рубик, по-моему, застилил Блэк Холл. Костанул. Но ничего не успел сделать. Рубик погибает. Кинус Пейнг долго живет. Здесь тем временем убили Энигму. Можно также добивать Клокверка. Очень битый здесь был Сэн Кинг. Он погибает. Баф 2. Уже драка. Но здесь догрызут, скорее всего, Дэй. Он пытается высасывать здоровье. Не получается. Манкикинг тем временем убил Рошана. Забрал Аегис. И Пугна до сих пор высасывает ХП. Но трипл килл от Квин оф Пейн все-таки состоялся. И Бэйн уходит. Очень много всего произошло в этом файте. Да, Рубик успел украсть Блэк Холл. Даже Костанул его. Но продержался тот не более чем долю секунды. И, как мы видим, Рубик в этой драке нанес всего лишь 5 сентин урона. Квин оф Пейн самый большой дэмэдж вносит. 7500. Манкикинг по этому показателю тоже довольно посредственен. Но Пугна такое чувство, что из этих четырех кусков больше честь нанесла, когда вот здесь была стычка против Квин оф Пейн. Ну и, кстати, гем валяется. Вот так удачно мы сюда прокликали. Интересно, возьмет его кто-то или оставит. SG. Двух героев нет. Идут достаточно далеко. В любом случае, забавно. Забавно, что Манкикинг вот такой, получается, странный. У него много артефактов, безусловно. Он нафармил, молодец, красавчик. Но где импакт? Где импакт в драке, пока его не видно. Не дают просто бить ему. Либо переключают свое внимание на каких-то других героев. Либо же просто убивают его очень быстро, чтобы тот ничего за драку не успевал сделать. МКБ собирается купить себе вайпер. Здесь МКБ, как мы видим, не планируется. Но планируется бабочка, и вайпер подстраивается под эту ситуацию. У Энигмы. Shadow Blade, как мы видим, еще появился. И также есть на всякий случай деньги на Аганим. На байбэк осталось только оставить. Нападение на вайпера. Пошло. Вот так. Через два ультимейта нужно, нужно убивать вайпера. Летит сюда Тимбер. И Сэн Кинг врывается на даггере. Мы не пожалели. Снова Блэкхолл. Вайпера нужно... Тимбера нужно убить. Вайпер уйдет ли? Нет. Здесь есть кукшот. Вайпер очень битый. Queen of Pain приходит, дает свой прокаст, но этого не хватает. Выхиливает здесь еще Клокверка Пугна. И в итоге драка два в ноль. Байбэк пошел от вайпера. Накрывает здесь критом на тысячу дэмэджа. Манки Кинг. Еще и Рубика. Queen of Pain также есть байбэк. Пять в три остаются SG. И это очень хороший шанс, чтобы снести. Наконец-то. Хотя бы одну сторону. Здесь неплохо снова цепляет Сэн Кинг. Сэн Кинг потрясающе играет в этой встрече. Но Блэкхолл говорит, что не уйдет отсюда Queen of Pain. Зато у нее есть байбэк. Теперь Блэкхола не будет. Снова Блэкхолл был в одну цель. И вот сейчас полторы минуты придется сражаться без него. Сэн Кинг очень агрессивно. Постоянно прыгает. Цепляет. Моментально уходит. И Queen of Pain ничего не боится. Три в пять. Собираются драться, судя по всему. Потому что есть эпицентр. Этот эпицентр будет сейчас одного героя как минимум убивать. Есть также сыр, который прожимается, чтобы не убили Клокверка. И Сэн Кинг. Сэн Кинг очень битый. Пугна тоже без здоровья. Но у Пугны есть, если что, возможность похилиться. И делает он это на крипах. Драка продолжается. Бежит Монки Кинг за Вайпером. Queen of Pain его ловит. Бросает Хекс. И Queen of Pain также очень страдает. Тем временем Рубик пришел. Но его как будто и не было. Он уже медленнее, вернее быстрее, чем крипы погибает. Слишком он уязвим для таких колоссальных тычек от Монки Кинга. Драка получилась 2 в 1 как таковая. Плюс байбек от Queen of Pain. За все это время 6000. Теперь преимущество составляют у команды SG. И Блэк Холлы будут через 30 секунд. Но решают отступить. Бараки стоят. Бараки стоят абсолютно все. Отбились Инфеймос. Молодцы. Но у них теперь нет ни одного байбека. Очень важный такой момент, что Энигма по итогу может... Что Энигма может... Энигма может погибнуть. Энигма может выкупиться и прилететь на Травалах в драку, если это потребуется. Но пока вообще Энигма, если я не ошибаюсь... Ну да. 9-2-23. 23 понятно почему. Но вот 2 смерти для Энигмы это очень мало. Вообще киллов не так много совершили Инфеймос. И большая их часть мы видим вот по Манки Кингу пришлась 6 раз. Он погиб. Все остальные герои... По этому показателю выступают пока лучше. Ну, фокусят Керри. Это понятно. Тот, кстати, с дабл дэмэджем. Ну и посмотрим. Возможно, ключевая драка в этой игре снова подкапывает Сэн Кинг. Хорошо Блэк Холл так себе в очередной раз. И в этот раз наконец-то сбили. В тот самый случай, когда Блэк Кинг Бар не был прожат. И за это могут наказать Энигму. Вот он, Блэк Кинг Бар. Второй Блэк Холл отсутствует. И неужели два? По-моему, два сбили Блэк Холла. Тем не менее, драка все равно в пользу команды СГ. Убили Сэн Кинга, убили Рубика. И Клокверк ничего не боится. Пошел врыв на Вайпера. Квин оф Пейн с руки пытается бить, но... Бросает ее в сон. Бэйн и сразу же ловит на ультимейт. А вот здесь уже сбить некому. И это минус Квин оф Пейн. На 120 секунд отправляется отдыхать. Этот герой. Сторона одна уже разрушена. Можно ломать вторую. Решили отправиться по верхней линии. Там крипы далековато. Энигма сейчас займется этим вопросом. Хотя, может быть, что-то и получится сейчас у Инфеймос. Даже вдвоем. Вот, например, Клокверка убить, но Форстав исправляет ситуацию. Ультимейт от Манки Кинга. Здесь нужно уходить. Килрацу. И... Вышка. Половина. ХП у нее еще имеется. Ну и более-менее защищаются даже в меньшинстве. Пока откидываются. Пока отстреливаются. Все, что угодно. Лишь бы не потерять две стороны. Потеря второй стороны, наверное, поставит крест здесь на команде Инфеймос. Потеряли пока только лишь вышку. 60 секунд еще не будет в Кинув Пейн. Такое чувство, что она погибла позавчера. Вот до сих пор не появилась. Слишком долго. Еще и Крит. Вот такой прилетает на 1200. Вот он, Блэк Холл. Блэк Холл. Наконец-то хороший. Самое главное, важный. Потому что цепляет он Вайпера. Цепляет он Рубика. А Тимбер в одиночку не сделает ничего. Гуд гейм. SG выигрывает первую карту. И ведут в этой серии. Вау. 63 минуты позади. Потрясающая карта. По общим впечатлениям. Да, были моменты, когда мы, откровенно говоря, скучали. Потому что все осторожничали. Но очень напряженно. Игра, в которой было допущено командами большое количество ошибок. Если бы сейчас студия аналитики обсуждала. Мне кажется, они бы там с каждой стороны по десятку нашли. Но не важно. Абсолютно важно, что SG повели. Инфеймос. Нужно отыгрываться. И пожелаем им удачи. Надеемся, что они дадут бой во второй карте. Пока небольшая пауза. 5-6 минут. И мы вернемся смотреть. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok